Свой-чужой Добрый день, меня зовут Никита, мне 26 лет, я из Санкт-Петербурга, я петербуржец втором поколении, мои родители родились в городе Ленинград, я уже родился в городе Петербург. Если мы говорим о сравнении петербуржца и москвича, я все-таки соглашусь с тем терапиям, что москвичи зачастую достаточно более быстрые. Как отличить в речи? Наверное, по всем известным нам словам парадная, поребрик, бордюр, то есть мы можем благодаря этим словам как-то вычислить, точнее предположить, житель Петербурга это или нет. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я маркетолог, работаю в профессии достаточно давно, я коренная петербурженка, притом в очень-очень глубоком поколении. В роду есть белогвардейцы, которые служили еще при царе, ну как отличить петербургца, я считаю, что более медленные, более спокойные, более отчасти уверенные, более расслабленные, чем москвичи. А чем москвичи все-таки, на мой взгляд, более напряженные и всегда куда-то спешащие? Ребят, всем привет, очень приятно здесь находиться. Меня зовут Стас, занимаюсь в основном музыкой, гитарой, китайским чаем и церемониями, в общем, такая творческая движуха, собственно, это практически ответ на вопрос. На самом деле, вот в мафии плохо вешать какие-то ярлыки, типа по внешности, но это действительно дает какие-то предположения, и в частности, если ты идешь по улице, вот можно предположить, что человек какой-то более на своей волне, питерский, вот. И по речи, кстати, тоже, но, честно говоря, вот это стандартно, там, шаверма, шаурма, вот, мне кажется, это единственное, что осталось и с поребриком, потому что остальное парадное, подъезд уже сравнялся, кура-греча, на самом деле, у нас практически, я считаю, не употребляется, это такие более старомодные, и, в принципе, разница уже такая, наверное, смытая сейчас. Так что, ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Добрый день, меня зовут Мария, я, наверное, в третьем уже поколении, потому что моя бабушка с дедушкой в 46-м году приехали в Питер, соответственно, моя мама, я и моя младшая сестра родились в Ленинграде тогда еще. Коренное отличие, мы более спокойны, мы не размахиваем руками, мы никуда не спешим, говорим медленнее, и петербуржцы, на мой взгляд, более самодостаточны. Нам не нужно доказывать всем окружающим, что мы умней, образованней, вот, наверное, так. Так. Добрый вечер, меня зовут Звата, мне 20 лет, я коренная петербурженка, и история моей семьи корнями, с одной стороны, уходит аж в род Шереметьевых. Забавно, что моя прапрабабушка была эстонкой, и в начале 20-го века было модно иметь экономик из Эстонии, потому что казалось, что они, они как будто бы работают лучше. Вот, и граф Шереметьев, какой конкретно уже сложно сказать, в своем поместье в Санкт-Петербурге нанял такую экономку из Эстонии, и у них родилась дочь, и это моя прабабушка. Вот, соответственно, я не знаю, в каком поколении я петербурженка, но, однако, да, история семьи такая. Как отличить петербуржца от москвича? Ну, не знаю, мне кажется, что петербуржцы, они более отстраненные и более такие задорные, веселые. То есть они сами себе на уме и что-то делают, как-то веселятся, и, конечно, наверное, более творческие люди, но, наверное, это все-таки немножко у меня такое впечатление из-за моего окружения, так как я учусь в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения, и там сплошь и рядом творческие ребята. Но в целом, да, петербуржцы более спокойные и соответствуют часто тем стереотипам, которые есть. Всем здравствуйте. Меня зовут Александра, мне 26 лет. Я тоже коренная петербурженка, как и мы все здесь. По иронии судьбы, переехала в Москву в 2013 году, поступила на филфак сюда. Родители родились и выросли в Ленинграде. Бабушка у меня блокадница. Проживали и проживаем в Купчино в районе. Очень хороший район, несмотря на то, что считается как столичная выхина таким криминальным достаточно районом. Мне кажется, петербуржцы действительно более творческие и, мне кажется, как ранее говорили, более такие медлительные, более в себе. И мне кажется, петербуржцы очень любят музыку. У многих петербуржцев большая библиотека домашняя и очень много каких-то музыкальных пластинок, как такие вот, что-то вот ретро такое. Вот. Мне кажется, вот так. Всем привет. Меня зовут Олег Любарский. И, собственно, сейчас я, наверное, перечислю все, чем я занимаюсь. И это будет ответом. Я немного и спокойный, и при этом сам себе на уме. Вот. Собственно, чем я занимаюсь? Я занимаюсь фото-видеосъемкой. Также у меня есть интернет-изнание о барах. Да-да, петербуржские бары. Вот. Также делаю закрытые поэтические вечеринки, прозаические вечера. И учусь на кинорежиссера. Поэтому все, что связано с творчеством, вот тут. Как-то так. Спасибо. Итак, после знакомства предположите, кто из вас, возможно, не петербуржец. Давайте пока воздержусь. Меня очень смутило подробный рассказ Златы. Такое впечатление, что это было заучено. Да, вот закрались уже такие подозрения. И к Никите тоже вопрос. Но вопросы именно по скорости речи. Потому что очень быстро говорит, если сравнивается с другими игроками. Ваше решение, Ирина? Наверное, Никиту. Подозрение у меня как раз Злата вызвало подозрение, как у Ирины. История, мне кажется, абсолютно перегруженная. И вот, Александра, вот тоже немного подозрения. Особенно ты сказала в конце про Купчина. Может, ты, конечно, там и живешь, да. Но, типа, может, ты взяла такой самый тоже карикатурный район Петербурга и решила про него рассказать. Ну, пока наибольшее подозрение Злата, но, как бы, воздержусь все-таки. Да, hard decision. У меня единственное подозрение, какие возникли мысли. Слишком, ну, такое, да, впечатление, что специально придуманная легенда у Златы. Вот. А может быть, это и правда. Но она выбивается своей такой нарочитостью. А насчет того, кто вызвал меня подозрение, это, наверное, Никита все-таки и Александра. Потому что были взяты довольно шаблонные такие истории, связанные с Петербургом. Ну, пусть будет Никита. Я не знаю, почему-то мне кажется, что немножко не Петербург. Я могу ошибаться, но я проголосую за Никиту. Я почему-то сомневаюсь в его Станиславе. Станислав более такой подвижный, мне кажется, вот нервничает. Мне кажется, Станислав москвич. Больше всего у меня тоже не вяжется Никита, потому что он рассказал с позиции скорее москвича вот эти шаблоны. Поэтому пока мне кажется, что Никита не соответствует действительности. Время голосования. Поднимая руку, проголосуйте против одного из кандидатов. Никита. Злата. Станислав. Никита. Участникам интересно, не москвич ли вы? Участники ошиблись. Я на самом деле из Санкт-Петербурга, как я и правду сказал. Возможно, меня немножко подвело то, что я был первым, соответственно, рассказал меньше деталей. Но факт есть факт. Удачи, петербуржцы. Москва и Петербург такие разные города. Да, и самое главное, что люди тоже очень сильно отличаются друг от друга. Даже разговаривают как будто бы на разных языках. У одних подъезды, у других парадные. Поэтому нашим продюсерам пришлось постараться, чтобы найти москвичей, похожих на петербуржцев. Что может объединить москвичей и петербуржцев? Много чего. Например, работа или культурные ценности. Но самое банальное, что приходит в голову, это любовь. Москвичей и петербуржцев может объединить любовь? Это как? Не понимаю. Чтобы тебе понять, как любовь не только объединяет москвичей и петербуржцев, но и переворачивает всю их жизнь с ног на голову, советую посмотреть сериал «Надвое», который уже сейчас доступен по подписке в онлайн кинотеатре «Море ТВ». А что это за сериал? В сериале два успешных, но очень разных московских парня Костя и Саша едут по работе в Питер. Но все идет не по плану, и оба друга совершенно неожиданно для себя влюбляются в дух петербурженок – Иру и Настю. И в этот момент их жизнь делится надвое. Парни теряют голову от любви, которая приносит им как счастье, так и невыносимую боль. Но интересно и то, как героям приходится полностью переосмыслить свою жизнь. Ведь до встречи с Ирой и Настей Саня мало что знал о серьезных отношениях, а Костя наоборот, уже давно был женат. До последней минуты никто из них не знает, как поступить правильно. Уэй, не спим, не целуемся, у нас вообще никаких отношений, но как-то все очень естественно, что ли. Поздравляю, это любви. Интересный сериал. Еще интересно то, что «Надвое» – первый проект, в котором сразу два известных российских актера Данила Козловский и Александр Петров снимается на одном экране. Так что быстрее кликайте по ссылке в описании и смотрите сериал «Надвое» на Море ТВ. А если вы еще не купили подписку Море ТВ и только собираетесь это сделать, то для вас первые 30 дней бесплатно. Ну, большой плюс – это архитектура. То есть очень ярко это выражается, когда я возвращаюсь из своих путешествий, обожаю проезжать по центру, специально заказываю такси, чтобы не через западный скоростной диаметр ехать, а ехать через центр, живу я сама на Петроградке, то есть тоже фактически в центре. И свежее впечатление от других стран, неважно, это Европа, Азия, где я бываю, вот все равно какое-то восхищение. И пока красивее Санкт-Петербурга я не увидела. За что? Я не могу сказать, что не люблю Петербург. Были попытки уехать в Москву, и не одни попытки, да, но оно как болото, наверное, Питер как болото, который засасывает и не отпускает. Я прочувствовала, я поняла, что это вот мой любимый город, и я оттуда не хочу убежать. В первую очередь Питер, на самом деле, я считаю, это как раз люди. Многие именно на своей волне творческие, и да, есть вот эта расслабонка, это и спокойствие, но это, знаешь, ты как будто там, знаешь, не обременными какими-то лишними там обязанностями, не участвуешь там в каких-то диких крысиных бегах городских, но как раз-таки люди, скажем так, шебутные многие именно. Вот, и я считаю, вот это питерские люди, как раз-таки. Вот, что касается города, естественно, много плюсов, но за пределами центра в Питере, я считаю, ничего особенного на самом деле нет. Типичные спальные районы. Это, кстати, минус, если ты живешь в том же Купчино. Я вот на Гражданке, например, живу. Вечерами, конечно, угнетающая атмосфера, даже если не совсем плохая погода. В Питере проблема не совсем в погоде, не совсем в холоде. Она, ну, такая специфическая. Зиму я, честно, в Питере и осень не люблю. Вот сейчас весна началась, все мы ждем лето, белые ночи. Это, конечно, классно, гулять до утра, потом у кого-нибудь писаться, и все шикарно. В общем, кто не из Питера, приезжайте. Погода, кстати говоря, я вообще осень люблю. Я осенью родилась, и меня погода, климат совсем не смущает. Наоборот, даже когда дождь, это такая очень поэтическая атмосфера. И бескрайние виды. Очень люблю перспективу фасадов. Не люблю, ну, мне кажется, это очевидные вещи. Инфраструктура, разница между прекрасным отреставрированным фасадом и внутренним колодцем. Вот это, конечно, печально. За что я люблю Петербург? За как раз-таки вот эту атмосферу города, которая чувствуется, наверное, чаще всего в центре. Но не вот не Достоевская история, там, где у нас Спасская садовая. Вот там очень депрессивно. А вот чуть ближе к Чернышевской, к Таврическому саду. Там гораздо приятнее. Еще у меня есть любимый маршрут, который я обожаю проходить летом. Если выйти из метро на Невский проспект на канал Грибоедова, пройти его вдоль Спассы на Крови к Михайловскому саду, потом выйти на Марсово поле, и потом уже через Троицкий мост к Петропавловской крепости, и дальше до Петроградки. И потом уже можно и до Чапыгина 6, дойти к телецентру, к моему родному уже. И, конечно, наш западный скоростной диаметр, который в один момент поднимается и опускается, и видно просто вот эту морскую гладь, Финского залива. Я это очень люблю. За что не люблю Петербург? Сложно сказать про погоду, но погода мне в Петербурге нравится вот с мая по середину октября. Вот там мой день рождения, вот до него все хорошо, а после этого уже холодно, дождливо. И в такую погоду я люблю находиться дома. Но в целом в Петербурге мне очень нравится. Люблю я за то, что когда ты приезжаешь из Москвы в Питер, ты прям чувствуешь вот это вот спокойствие. Нет вот этой суеты, которая здесь в Москве. Ты отдыхаешь. Ты наслаждаешься вот этой красивой архитектурой, которого так не хватает, например, в Москве. За что я не люблю Питер? Это за то, что в каждом районе своя погода. То есть в одном районе идет дождь, потом ты прогуливаешься, переходишь в другой район, солнечно. И ты не знаешь, как одеться. И вот это вот вызывает трудности даже у коренного петербуржца. Мне кажется, город наш дает уникальную возможность повысить свою насмотренность. Сейчас я живу в Москве и люблю приезжать в Питер и устраивать экскурсии для своих друзей. И в такой момент, когда я гуляю сам уже и показываю город для своих друзей, я снова его вижу как в первый раз, как видят его наши гости города и вдохновляются им. Нам, коренным жителям Петербурга, подарена возможность прогуляться по центру и везде. Все красиво. И, возможно, отсюда наш снобизм. Что я не люблю, то, что про Питер забыли. Забыли. То есть в центре сыпется просто... Не могу никогда выговорить это слово. Штукатурка. Вот, спасибо. Вот, она сыпется. Плюс, опять же, когда я приезжаю, постоянно не убрано так, что просто можно навернуться. И сейчас про город забыли. Это печально. Спасибо. Снова ищем москвичей. У меня, опять-таки, к мальчикам вопросов нет. Вопросы к девочкам. То есть Злата очень подробно все рассказывает. Вот это вот настораживает, да, Мария, Александра. Как-то достаточно поверхностно сейчас прошлись. Ну, выдвигать пока никого не буду. Не могу никого выдвинуть. Вопросов больше всего к Саше. Ответила очень кратко. Плюс, в первом раунде чисто тоже мафиозный ход был, потому что я тебя заподозрил, и ты меня выставил в ответ, скорее всего. Вот. Поэтому выставляю тебя. В этом раунде у меня возникло сомнение к Ирине. Саше, кстати, я, Станислав, с вами не согласна. У меня нет, как бы, у меня нет сомнений в том, что Саша из Санкт-Петербурга. Очень сложно, конечно, действительно, кого-то выдвинуть. Короче говоря, я пока воздержусь от выдвижения. Я вот так сейчас смотрела, у меня возникают вопросы к Саше, но я пока не могу обосновать это, почему. Сложно, как бы, прицепиться к чему-то. Вот насчет Ирины у меня появились сомнения. То есть, я понимаю рассказы про Петроградку, сама очень люблю эти места, но как будто бы Ирина держится немножко как москвичка. Возможно, я не права, не знаю, я, наверное, выдвигаю Ирину. Но у меня все-таки сомнения, Стас, к тебе, потому что ты очень активная для Питя. Поэтому я выдвигаю тебя. Если в первой раунде просто получился родномайзер, то есть сейчас у меня есть несколько кандидатов, Стас у меня тоже вызывает сомнения, поэтому я голосую сейчас за его кандидатуру. Время голосования. Александра, Ирина, Станислав, Александра, участники подозревают, что вы москвичка. Вы молодцы. Ну что тут рассказывать? Я коренная москвичка, всю жизнь прожила в Москве, родилась в Коньково, живу сейчас на Выхино, поэтому Купчино-Выхино, как бы все понятно. Окончила филфак Института русского языка имени Пушкина, сейчас учусь в МГУ, работаю в журналистике в этом же здании, вот в соседнем подъезде. Все, всем удачи. Что бы вы улучшили в Петербурге, если бы стали его губернатором? Ух, честно говоря, вопрос вообще неожиданный. Действительно не знаю, что на этот вопрос ответить, потому что центр, в принципе, прекрасен, как он есть, и как бы люди тоже, губернатору людей не изменят, а я сказал, что для меня Питер это в первую очередь люди, поэтому как бы не знаю, наверное, я бы вот, знаете, такое осовременивание, как, знаете, вот это Мурино, Парнас, вот эти все новые районы, это, конечно, хорошо, больше возможностей новым людям дает. Вот я, кстати, живу на Грежданке, это близко к Девяткино, к Мурино, вот, помню еще, кстати, когда Девяткино вообще было деревней, потом раз, вот это все, дома через которые не протолкнуться, на самом деле, не так-то это и плохо, но, не знаю, наверное, вот там с дорогами проблемы. В целом, более размеренную застройку, что ли, делать, пытаться, вот, погоду бы изменить, но, к сожалению, это на посту губернатора не получится. Вероятно, это станет возможным в будущем. Ну да, кстати, может, там из технологий будут, так что вот я, привет в будущее, будущему губернатору Санкт-Петербурга, чтобы все-таки солнышко побольше. Вот так вот. Одно желание, я бы сделала дороги, потому что, ну, мне кажется, это очевидно, что это самое главное, потому что Петербург, это все-таки такое пограничное место между всей Россией и Европой, и дороги, это, конечно, прежде всего, средство коммуникации, и состояние дорог, конечно, ужасное, а нет дорог и нет цивилизации. Вот. Я бы, на самом деле, обратила больше внимания на метро, потому что, ну, если сравнить с Москвой, у нас так не хватает кольцевых линий, и, в принципе, нам очень долго строят новые станции, хотя хотелось бы, чтобы они были уже. У нас некоторые вагоны есть, ну, такие, особенно по красной ветке, куда-нибудь в сторону ветеранов, и надо ходить просто как будто доисторические вагончики, и ты думаешь, боже, я доеду? Вот. Так что я бы, наверное, метро и не заменила бы зимой реагенты, потому что нас посыпают не то солью, не то чем-то таким, что уничтожает обувь, наверное, в Москве так же, но вот в Петербурге прям да. Я был недавно в ЗАГСе московского района, и я пришел туда, там очередь, никто не понимает, кому, в какое отделение, все спрашивают, типа, а вы куда, вы туда стоите, вы туда, соответственно, хотелось бы цифровизацию произвести, хотя бы вот такой этот автомат, где будет, я туда иду, нажимаешь, и все понимают, вот, лончик, куда ты идешь, и те, кто встречают вас, и те, кто в очереди. Плюс, хотелось бы ввести, как в Москве, приложение, где, соответственно, поликлиника в твоем телефоне, чтобы медицина была доступна гражданам нашего города, так же, как и в Москве, вот, ну, вообще, есть достаточно много сфер, в которых нужно потрудиться в Петербурге, и есть всегда, куда стремиться. Спасибо. Да, ну, у меня обливается, на самом деле, сердце кровью, когда я просыпаюсь с утра, и из окна вижу, как балконы на той же петроградской стороне, они просто затянуты зеленой сеткой, да, то есть, вот то, о чем, да, говорил Олег, что лепнина обваливается, обваливаются фасады, тоже второй такой нюанс, что при ремонте их, все лепнино просто сбивают. Вот эту всю красоту, и вся красота, она, к сожалению, убрана. Такой момент, момент с уборкой снега, так как я сама за рулем, и достаточно большая проблема, в плане парковок, то есть, как-то наладить именно вот эту вот работу, тоже очень важно. Метро, да, метро действительно не хватает, не хватает в отдаленные районы, в новые районы, вот как Девяткино, как Мурино, и много людей, которым надо добираться. Приступим к вашим догадкам. Ну, такой раунд, на самом деле, абстрактный, философский, и по нему вообще сложно судить. Наверное, все-таки, либо Ирина, либо Олег, и, наверное, даже Олег больше. Про Москву были какие-то упоминания, типа приложения. Я вот, например, даже не знаю, что там за приложухи про поликлиники в Москве. Я, пожалуй, тебя выставлю. Так что, Олег. Легче не становится от раунда к раунду. Остается только как бы интуиция. У меня, может быть, Ирина. Но это, ну, чисто интуитивно, стилистически, ну, не знаю, речь. Из четырех, вот тогда я могу только Ирину выдвинуть. Не знаю. Вот у меня подозрения сейчас вызывают Олег и Ирина. И насчет вот Олега. Я начала сомневаться еще примерно раунд назад. Но, возможно, просто на него повлияла жизнь в Москве. Ирина, опять же, из какой-то такой выдержки, возможно, это из-за профессии или просто вот из-за воспитания какого-то. Ну, пускай будет Олег. Я все-таки склоняюсь к тому, что Станислав. Ты постоянно упоминаешь про вот эту станцию метро одну и ту же, вот, то, что люди, люди, и ответ был никакой по поводу, что ты хотел бы вложить в свой город. Для меня, кто родился в своем городе, хочет его улучшить. Я с 2019 года живу в Москве, поэтому я увидел, что есть тут, и поэтому думаю, что можно улучшить в Пербурге. Потом Мария вызывала сомнения, вот, потому что было озвучено про дороги, а я не считаю, что дороги какие-то есть проблемы. Я выдвинула бы Марию. У меня позиция по поводу дорог, я действительно сейчас проблем не вижу, я прекрасно понимаю, например, что если сравнивать с Москвой, мы не можем даже их расширить именно из-за той архитектуры, которая есть в городе. Олег. Ирина. Станислав. Мария. Ирина. Просим показать карту. Участники ошиблись. Я коренная петербурженка, действительно родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Очень-очень древний род, даже вот предки служили при царях. Мой прапрадедушка служил в Мариинском театре, был достаточно известным актером, бабушка блокадница, дедушка прошел всю войну, поэтому вся история связанная с Петербургом и действительно такие вот моменты, да, я вижу, которые наблюдаю, очень переживаю за сам город. Актуальна ли в наше время роль Санкт-Петербурга как культурной столицы? Вы знаете, у меня двойственное отношение к этому. С одной стороны, да, безусловно, и уровень культуры и образования жителей, и Петербург по праву, конечно, культурная столица России, а с другой стороны, я считаю, что уровень культуры определяется не количеством прочитанных книг и не красотой фасадов обороченных, а чистым туалетом. И вот с этой точки зрения, опять же, вот инфраструктура, дороги, подворотни грязные, вот это прежде всего уровень культуры. Поэтому объективно, как бы я не любила свой город, но вот объективно, на мой взгляд, да, вот так. если обратить внимание на людей и на то, как они себя ведут, если особенно брать в расчет более старшее поколение, то там действительно настолько интересные люди и настолько интересные собеседники иногда встречаются, потому что вот сейчас я смотрю на молодежь, и вот особенно в районе там Лиговского проспекта, вот где-нибудь там, немножко как будто бы сместились ценности, хотя я не берусь утверждать, но это немножко уже в лирику. Мне кажется, что да, Петербург заслуженно является культурной столицей России. Скажу так, коренные москвичи, они такие же культурно начитанные, интересные собеседники, вот. Мне кажется, просто вопрос мотивации и концентрации. В Петербург едут именно за атмосферой, соответственно, плюс создавать культуру в Петербурге сложнее, но при этом интереснее, потому что креативные идеи рождаются при недостатке бюджетов. Опять же, мне кажется, то, что из-за того, что Петербург меньше, соответственно, там больше процентов, так сказать, окренных жителей, а те, кто едут, соответственно, они едут что-то такие на творческой волне, приезжают люди туда. А в Москве это город не только про творчество, но и бизнес, и просто какие-то там заводы, фабрики, соответственно, концентрация людей, которые именно хочется вкладывать в культуру меньше. Так, ну, скажем так, в Питере есть действительно свой шарм и атмосфера, но я бы, по крайней мере, сейчас назвал это не культурностью, а вот тоже постоянно употребляемое слово в плане нас, коренных, это вот интеллигенция, и в принципе это и к городу можно отнести, и к людям. я вот соглашусь с Марией по поводу чистоты, как бы, да, в Питере вот эти все колодцы, коммуналки, особенно, когда серая дождливая ночь с промозглым ветром, но вот в этом вся, как бы, атмосфера, эстетика Питера, она и есть, и многие за ней сюда едут, вот, в этом, наверное, тоже есть часть культуры, вот, так что, наверное, можно сказать, да, что Питер это культурная столица, но я бы все-таки применил словосочетание популярное, да, питерская интеллигенция, я считаю, оно действительно имеет место быть, это вот что-то такое тонкое, но когда ты живешь, ты, по сути, это чувствуешь, вот. И снова пора в движении. Так, ну, отмазаться уже нет, да, шансов. У меня, как бы, доверие ко всем, я не могу никого выбрать, исключительно из тактических соображений, как бы, Олег мне не доверяет и говорил об этом, хотя, вот, даже если вы и москвич, то это прям будет вау. Олег тогда, да. На самом деле, если вот так посмотреть отстраненно, то у Станислава рассказы о Петербурге с точки зрения человека, который туда переехал откуда-то, потому что от самих петербуржцев, вот я лично не так часто слышу, столько восхищений нашей петербургской интеллигенцией, нашими людьми, вот этой атмосферой, но я не знаю, и появились вопросы к Олегу. Я ни в чем не могу быть уверена, поэтому, возможно, я проголосую за Олега. по поводу Станислава, у меня сейчас ощущение, что, возможно, я не прав, потому что действительно, может, бывают люди на вайбе, но если идти то до конца, то, пожалуй, Станислав, но извини, если ты действительно такой вайбовый чувак из Фитера. у нас чисто такое мафиозное с тобой противостояние, это нормально, абсолютно. Не знаю, либо Олег, либо Злата, но ты вот делаешь упор наоборот максимально на географию про людей практически ни слова, только сказал, что там что-то сомнительное на лигушке, как бы, ну да. Ну, наверное, все-таки за Олега вкупе с разными раундами, хоть ты и переехал, как бы там, ну и сейчас живешь в последнее время в Москве, но все равно у тебя прям сравнение и типа ты больше о Москве рассказываешь. Ну, как бы, поздравляю, буду голосовать за тебя. Олег. Олег, участники хотят узнать, кто вы. Ребят, вы снова ошиблись. Я даже футболку написал, что я правда из Питера. Удачи. Кем из своих земляков вы гордитесь больше всего? Вау. Какой хороший вопрос. Вспомнить бы еще своих земляков. Вопрос на засыпку. Я могу сказать, например, про свою бабушку. Она была очень выдающейся женщиной. Начнем с того, что она встречалась с Райкиным. Она встречалась с Лановым. Было шесть браков. Она говорила, что женщине неприлично быть не замужем. И она была большой чиновницей, большой начальницей и сидела на зодчевой росе в кабинетах. Вот она прям такая ролевая модель. Женщина, которая мне нравится. Поэтому я, наверное, вот так вот поступлю. Да, вопрос, конечно, на засыпку. Ну, можно сказать, давайте возьмем пример тогда со Златой. Мама, бабушка хороший человек. Как бы, если бы не она, то я бы здесь тоже не сидел. Так что, вот. Спасибо всем за то, что расширили наш культурный кругозор. Да. Я назову, конечно, Татьяну Владимировну Черниговскую. Изумительная женщина, потрясающая совершенно, человека и великого ученого. Вот. Ну, вот. Татьяна Владимировна Черниговская. Итак, кто из вас за всю игру притворяется петербуржцем? А, еще сложнее стало, чем было. Считалочку какую-нибудь вспомнить, что ли? Нет, на самом деле, наверное, за Станислава. Блин, у меня просто сфера действительно музыкальная, и мне некого назвать из нее было конкретно нашего, поэтому... Ну, ладно. Все-таки Мария, ну, не знаю, это, конечно, уровень подготовки высокий, если что. Хотя и Злату тоже, если ты... Я не знаю, я вообще про вас уже не думал абсолютно, потому что, как бы, Злату там географические познания вообще абсолютные какие-то тоже. Но Злату выставлю все-таки. Марии я доверяю больше. Ну, давайте Злату тогда. Я не знаю, почему я... Ну, я не знаю, потому что со Станиславом не было, как бы, сомнений. Со Златой тоже у меня не было сомнений, но первый раунд, да, он вызвал сразу именно подробностями такими, потому что, ну, очевидно, что все идут на такую передачу, очевидно, все, как бы, готовятся. Это простая вещь очень. Вот, но потом сомнения исчезли, ну, просто потому, что вот из двух Злату тогда вы. Станислав. Злата. Злата, мы готовы увидеть вашу карту. Участники снова ошиблись. Злата та, за кого себя выдавала. А это значит, что в этой игре победила мафия. Просим Марию и Станислава открыть свои карты. Мария, ну, это вообще... Мария, коренная москвичка. Вы великолепно справились и заслуженно победили. Питер обожаю. Это действительно любимый город, несмотря на то, что я родилась и выросла в центре Москвы. Питер очень люблю и хочу даже туда переехать, когда денег накоплю на квартиру. Работала я дюристом много лет, а сейчас работаю экскурсоводом. Я поменяла профессию и работаю экскурсоводом, вожу экскурсии по Москве. Спасибо, Мария, за увлекательную игру. Просим остальных петербуржцев вернуться в студию для финальной беседы. С чего вы порекомендуете начинать свое знакомство с Питером людям, приехавшим впервые? Ну, я бы посоветовал в первую очередь, наверное, все-таки Петергов, хоть и не совсем центр Петербурга, но действительно впечатляющее, особенно с туристической точки зрения место. И, наверное, экскурсию по рекам и каналам масштабную. И благодаря этой экскурсии можно увидеть действительно весь Петербург и с довольно необычного ракурса. Чтобы прочувствовать, наверное, дух Петербурга, да, это все-таки для меня, наверное, вечернее время, это лето, это белые ночи, пройтись по основным памятникам архитектуры, пройтись по набережным, потому что там очень много рок-концертов, притом рок-концертов стихийных, где стихийно образуются толпы, где действительно периодически очень круто поют уличные музыканты, люди просто там танцуют на улицах, да, люди занимаются каким-то творчеством помимо там фаер-шоу, пишут картины, тебе тут же рисуют баллончик, вот это вся история, и если хотите прочувствовать барную культуру, ну это Турбенштейн. Ну, у меня есть несколько любимых мест и маршрутов, первый ответ банальный, и как будто все боялись его сказать, но это действительно Невский проспект, и вот лучше выйти на Чернышевский, зайти сначала в Таврик, Таврический сад, потом дойти до восстания, пойти по Невскому, доходите до канала Грибоедова, по нему немного пройтись, потом пойти дальше, там уже завернуть направо, на Дворцовую, Дворцовую площадь никто не сказал, тоже одно из самых классных мест, Дворцовая площадь, потом Адмиралтейство, и если хочется что-то поспокойнее, да, вот Ирина про Петроградку много говорил, я тоже действительно я там жил в этом районе одно время, вот, если хочется спокойствия, то да, на Петроградку сгонять, про пригород, да, наверное, Петербург, можно в Царское село сгонять, вот так вот. Начать вообще знакомство с городом можно как раз-таки с Петропавловки, потому что оттуда как будто бы все и началось, и вот именно в историю окунуться, а потом уже пойти вот больше по андеграундам каким-то таким местам, которыми славится Петербург. Еще я могу спокойно порекомендовать Парк Победы и прогуляться по Пушкину, потому что Пушкин, он очень необычен тем, что там, ну, были же разные дачи у людей, и там очень интересная архитектура, то есть там все домики маленькие и как будто бы сказочные, ну и плюс, конечно, Екатеринский парк и дворец, я прям рекомендую. Хочу сказать, что мои друзья из Москвы говорят, что Васька не центр, Васька центр, и поэтому предлагаю начать с Васильского острова, пройтись с того места, откуда вообще начинался город исторически, потому что дворец губернатора первого Санкт-Петербурга находится именно на Васильском острове, и у Петра были большие планы на этот район, поэтому, мне кажется, побродить по узким улочкам, есть самая узкая улица города, улица Репина, находится, опять же, на Ваське, вот советую начать с Васькинского острова, со Стрелки, и потом через Дворцовый мост, по набережным, и вечером в бар, на поэтический вечер. Всем спасибо за участие. В наше время отличия между представителями разных городов постепенно стираются, но какие-то особенности не утаить. Мы рады, что среди коренного населения двух наших столиц по-прежнему достаточно ярких, неординарных личностей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!